всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня будет кухонный влог мама будет готовить какие-то котлетки на общем название все она расскажет вот и прежде раз такое кухонное у нас видео я хочу ответить на вопрос по поводу черной мойки вообще почему я ее выбрала меня спрашивают и как она вообще в использовании значит у меня уже было когда-то такое видео я рассказывал об этой черной мойки но не могу его найти поэтому если для кого-то я повторюсь я заранее извиняюсь значит вообще почему я выбрала черную мойку они например белую ну да есть же каменные черные белые по вроде бы дам значит потому что когда я работала у нас она девочка она делала ремонт в общем себе на кухне и поставила туда белую вот эту индукционную да ну то есть электрическую варочную панель и белую у него была белая каменная столешница и белая каменная вот это мойка так вот она после того как начала пользоваться уже своей вот этой новой кухни она очень сильно ругалась в особенности на мойку и кстати на плиту вот эту индукционную тоже в общем ей все это дело не нравилось но денег было потрачено немало и она не могла уже поменять ничего она говорила что вот на этой раковине белый каменный на не остаются желтые пятна причем как она потом сказала что скорее всего из-за горячего но она говорит это выглядело настолько неопрятно как будто бы она и за месяц не мыла раковину она постоянно очищала пытался найти какие-то средства которые хорошо очищают эту раковину и конечно с учетом того что она работала эта история но как бы не очень совсем и помня то есть приходить с работы да и каждый день там надраивать причем и приходилось прямо чистить ее то есть не то что там попшикали да и вытерли трапочкой что было чистенько нет она прямо там начищала ее чтобы был более-менее опрятный вид этой раковины и помню ее такие отзывы я сразу сказал что никакой белой раковины и белой варочной панели соответственно мы выбрали черную вот и все капалом там выбора то особо не было просто вот эту нержавейку я не хотела ну как-то она для меня не знаю мне как-то вот каменные вот эти нравится больше поэтому у нас черная мойка и черная варочная панель я вам ее сейчас покажу и я покажу вам ее не мытую вот как раз после приготовления еды до когда вот там в общем все сложно то есть не умытую насколько на ней видна не видна грязь вообще говорят что на черном грязь видна больше но я так поняла что это не случай с мойкой вот так вот она выглядит грязном состоянии то есть принципе у нее вот эти пятна они легко отмываются здесь есть небольшие царапины но вот например на царапина но в общем и целом в общем и целом очень даже хорошо когда ее вы моешь так она вообще она матовая вообще ну какой чистенько выглядит то есть как таковой такой грязи не на ней не особо заметно вот так вот видите я извиняюсь за бардак но я сейчас буду убирать поэтому хочу заранее показать да она царапается немножко но это не так сильно заметно на мой взгляд единственный минус черной мойки это в том что если вы будете использовать какие-то агрессивные моющие средства такие прям ну совсем агрессивный вот я не помню как у нас вот лентовское средство нам не подошло для этой мойки еще какое-то было то вот эти агрессивные средства они оставляют белый налет на черной мойки который потом очень сложно смыть белый налет оставляют и нам плите черный и на ну не плита у нас сварочная панель газовая да и на мойки вот это поэтому средства должны быть такие мягкие но при этом хорошо очищающий вот faberlic средства очень хорошо нам подходит для и для плиты и для самой вот этой черной мойки и так мама нас снова готовит вкусняшки ты готовишь котлету но не обычные котлеты без названия можно как угодно назвать аля тар-тар-тар нет а ты же как-то называешь офицерские почему суть такая идет мы делали грудку у нас была грудка ну же это приелось это приелось это приелось грудка тоже придается ну мясо дорогой ну что делать вот я решила сделать котлеты значит суть какая я грудку нарезала меленько не фарш а вот такими кусочками вот они вот такими маленькими кусочками вот и как бы замариновала то есть яйцо и майонез чеснок вот все и это я сделала накануне то есть это вчера вечером полденадцатого ночи вот вот она у меня простояла всю ночь там вот полдня теперь я вот это все добавлю сюда добавлю крахмал зеленушку и буду жарить и муку ну мука это нет мука это я вы делаю потому что у меня крахмала мало так вообще добавляется это мука а потом крахмал звуки вот чем это еще хорошее блюдо например это можно не курицу это можно свинину свинину то есть вот остается вот какой-нибудь маленькая вот такая вот горсточка там каких-нибудь не очень хороших кусочков там жилочкой там свининка говядина курочка это можно все собирать 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 а потом раз и соединила то есть она как бы канал вариант бюджетненько ну вкусненько вот значит здесь так здесь у меня две большие грудки с кожей которые значит четыре вот этих половинки четыре половинки да вот я их нарезала значит там так вот как бы полкило полкило мяса три столовые ложки майонеза три яйца или три дубчика чеснока но еще раз добавляю на любителя кто-то любит чеснок кто-то не любит нарезал залив размешал и в холодильник это чем хорошо вы вечером сделали потом с работы пришли приходу всех своих вот родных и брать на сковородочку и крахмала и крахмала тоже три ложки но поскольку у меня есть чуть-чуть добавляю муку и зелень зелень тоже на любителя здесь у меня все что собрала только травы нету вот здесь у меня петрушка это лук такой лук с вкусом чеснока сойдет сельдерей можно укроп можно это укроп у нас дохлый зато зато трава хорошие да вот опять это тоже можно попробовать может не понравится это вот это я все нарезаю миленько миленько туда размешаю и скоро все девочки никаких головной боли вот вам все перемешал сколько тянуки получилось мы добавим еще ложечку потому что я не знаю как поможет густенько вот так вот сколько крахмала сколько у меня было две ложки крахмала столовой столовой и я положил девушки муки вот да вот такая вот получается и вот так вот я ложечкой и вот так и потом духовочку все равно в духовку отправлю вот так вот она обжарить чтобы схватилась схватилась и это выйду у дома это повод так и так много масла налила да вот такими она такая вот такая пословица каша масло не испортишь получаются натуральные котлетки совсем почти натуральные как типа рубленых там уже поменьше можно покрупнее опять же так вот я перевернула вот такие они красавцы ажурные котлеты ажурненькие кстати очень вкусно очень удобно я говорю вот эти все кусочки кусочки все собирается там такие то она даже вот это брюшин да вот который даже бывает не проходит через мясорубку вот бывает такие знаете вот брюшина там такая вот с прожилочками вот в этом хорошо майонез да у меня майонез был сметаной мне майонез яйцо чеснок и замариновали очень удобно в том смысле что так пришел кинул они заворачивают а еще хочу показать у меня мама была фикс прайсе вот и купила вот такие штучки вам сколько не стоили 27 рублей 27 рублей вот такие это мама купила под суши под соус для суш вот такие вот штучки здоровские хорошенькие то мы иногда ну заказываем иногда редко конечно но все же суши иногда не берем соус если он не в комплекте потому что у нас обычно большая бутылка и вообще так на стол накрыть очень симпатично но они такие маленькие совсем фикс прайсе такие вот они получаются они стояли у мамы при температуре 180 градусов где-то 20 минут примерно и мам еще забыла сказать про то что сюда нужно добавить еще немножко соли но немножко чуть поменьше чем обычно потому что там майонез вот так что вот такая вот вкуснятина котлетки кстати у мамы получились очень вкусные аппетитные кто-то из вас мне уже писал похожий рецепт так что да очень вкусно ну и на сегодня я буду с вами прощаться я надеюсь такое видео вам понравилось оно было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую и до новых встреч